Доброго дня, Виктория! Привет! Сегодня у нас 27 октября, и мы хотим провести сеанс в преддверии этого праздника Хэллоуин. Я составил три вопроса, которые касаются этого праздника. Первый вопрос – что на самом деле празднуют люди? Второй вопрос – что происходит с этими людьми, когда они праздник этот отмечают? И третий вопрос – откуда вообще взялся этот праздник? Что это было? Ритуал или ещё что-то? Или кто-то это придумал? Где основа этого праздника? Вот. Виктория, ты в эфирном пространстве? Да. Ты что-нибудь видишь сейчас? Да, вижу. Слышу по-украински. То есть я думала Хэллоуин, а мне идёт церковно хода. И я вижу вот эту Сатурналию, посвящённую типа рождению Иисуса Христа. И вижу, как идёт этот вертеп, эти люди переодетые, и там обязательно смерть, чёрт. Вот эти персонажи. Вот. И я слышу, что Сатурналия – истоки демонического шествия. И так же в этой энергии вижу вот эти, то, что в Америке, вот эти переодевания, переодевания, и вот эти арбузы стоят, и дети там ходят. Тыква. И в принципе сейчас только мне стало понятно, что в принципе действие одно и то же. То есть как там ходят эти дети, и с Чедрик-Ведрик, или кто там поют что-то там и получают конфетки. И здесь тоже раздают детям конфетки. Вот. Я вижу, что и слышу Сатурналия. Вот. Что это на самом деле этот Сатурналия? Что это такое, можно сказать, за праздник или... Я слышу праздник вызывания демонов из преисподней, можно сказать, потому что я вижу, это какой-то человек сидит на престоле, и как будто бы разламываются такие скалы, и выходят эти демоны, эти энергии. Я слышу, что вот это круговерть каждый год одни и те же праздники праздновать. Я вижу, что это все время поворачивать обратно. Я вижу, как эти тяжелые энергии погружаются вниз и уходят. Вот. А эти праздники как будто бы снова и снова открывают порталы, чтобы, я слышу так, вызволяйте духов из преисподней. То есть законы вселенной. Я слышу законы геометрии вселенной так работают, геометрии пространства вселенной. Так работают, что тяжелые энергии опускаются вниз, в небытие, уходят туда, и там бы они и буквально сдохли. Я слышу. Потому что это звериные, это даже не человеческие. Это в смысле не зверь, как зайчик или волк, а это как зверь, это искусственный интеллект. Я слышу, вижу этих искусственных демонов. Это магическое сознание человека. То есть этот праздник каждый год возобновляет какие-то процессы? Да, он подтягивает вот вверх этих демонов, открывает эти порталы. Вот, и какой-то тут как бы человек сидит на престоле, он как бы поднимается вот так из преисподней снизу на таких двух волнах. Одна белая, одна черная. Белая считывается гипноз и тянется в сектор магии, а черная вот так в сектор духов и интерферентов. Вот так, и они как бы соединяются вот так и поднимают на престол кого-то. Сущность, что это за сущность, которая разнимает. И у него рог спереди, где лоб, где, как третий глаз, такой рог. И много других рогов на голове. Что это за сущность? Какова суть? Он усчитывается как человеческий разум. дух преисподний связан с вызыванием чертей этих демонов. И вижу эти ритуалы шествия, эти христианские, потом эти на Хэллоуин. И вижу, ну вот как христианские, то же самое. то есть если христиане думают, что они такие святые, потому что они не обходят этот праздник Хэллоуин, то я вижу, что это празднование, оно просто прикрыто христианским названием. рождение Христа типа. Но если взять по Библии, то Христос родился как раз осенью, а не весной, потому что четко написано, что когда ему было день рождения, то после 30 лет, а его казнили всем известно, когда на Пасху еврейскую, то значит ему было 33 с половиной года. То есть он никак не мог родиться зимой, потому что он родился тогда, когда был Новый год еврейский, и в Украине тоже праздновали Новый год именно осенью, когда был сбор урожая. Да. Так, а вот этот рогатый, который поднимается... Сейчас я считаю, что это... там считается демон во плоти и там есть какая-то человеческая энергия в нем. Как будто бы застрявшая душа, я так слышу. То есть есть энергии разные, считываются эзотерические и есть человеческая душа, это держится на чьей-то душе. Смотри, Виктория, стоит за человеческая душа, на которой держится. Так, я вижу, что как будто бы кто-то кого-то бьет, как в сердце чем-то. Сейчас я посмотрю, что это жертвоприношение, я вижу, что это нож, ой, какой ужас, я слышу, принесение жертву человека, и вижу, какой-то обход идет в секторе магии, какие-то мужчины в черных одеяниях, этого они как бы положили вот так, и я вижу, как у него, у этого человека душа выходит как-то через голову и поднимается, и вот как бы и встроилась в эту конструкцию этот считывается лютый холод, это сущность с рогами, о, прообразом есть Новый год, Дед Мороз, Сатурналия, да, день рождения, этого я слышу узаконить Новый год, это как Петр первый, ну, он узаконил, но я вижу не его, я вижу другого, сейчас я посмотрю где истоки, кто это узаконил, кто это узаконил, где это событие, вижу какой-то человек, такой худой, спранырливый, так, приказываю этому человеку проявить согласно его физическое ДНК, приказываем ответить, кто он такой, то есть назовется, он говорит, что он Константин, он говорит, что он провозглашает Сатурналию официальным, о, Никейский собор, 325 год, он говорит, что он провозглашает Сатурналию годом рождения Христа, и вот так оно как будто бы сложилось все в одно, и пошло слово безразличия. Так, он связан соединение двух культов, культа политической власти и культа религиозной, мафиозной. я слышу мафия, культ мафии. Это культ странно, да, получается, что мафия исповедует этот культ и считывается так же, как антихрист, антихрист, а что означает антихрист? обозначает обозначает антихрист, это мафия. я слышу, со стороны, где политическая, они находятся как бы в секторе магии, это люди, они говорят, что они убили невинного царя ради престола, чтобы передать этот престол наследнику дьявола. наследнику. нацепляют человека, андроника, царя, нацепляют такой, такая штука, выглядит как плоский замок амбарный, весь корявый, красного, так, темного цвета, как мясо, да, вот, и они говорят, что они нацепят на человека ярлык спасителя мира, типа, сделают его мессией. ради выдвигается, вот так вот, как извергается, как вулкан, этот черный выходит, как преисподний, слышу, ангел смерти, такой черный вихрь выходит, брат смертного, брат смертного, и он, буквально я слышу, лобызаяца, вот так вот, этот внизу, а он вот так, эта энергия с этой черной, магической, с этим духом, соединяются, они лобызаются, я слышу, обнимаются, и создается новый культ повержения Христа, Антихриста, то есть устанавливается культ Антихриста, то есть почитание смерти, то есть они убили этого царя, и чтобы смыть себя вину, да, карму, то они заставили верить, что он сам себя убил, что так надо, что это какая-то, что это типа так надо, что это нормально, нормально, но это противоречит конам кармы, жизни, да, потому что это наоборот, ну, отказ от жизни, это фактически суицид, а всех суицидников даже хоронят не со всеми, да, то есть даже по человеческим соображениям это отказ от жизни все же дано поводить человека, то есть они перевернули вот это в самую изощренную ложь, человек не может умереть вместо того, чтобы кого-то спасти к жизни, это он может умереть только, то есть эта вера приводит наоборот к смерти других людей, потому что те люди, которые исповедуют такое мышление, они тоже отказываются от своей жизни и тоже выбирают смерть, а все же дано по воле человека, потому что человек творец, вот, и я слышу зверь, опять этот рогатый с этими рогами, вот во лбу у него рог, что это зверь, библейский, которое описано, ладно, так, а вот эта частица души, которая у него человеческая, это вот этого царя Андроника, сейчас я его, да, вот он стоит вот там и держит как через плечо такой крест, и уходит этот крест, вот эта палочка, прямо туда в сектор интерферентов, а там как будто душа человека лежит и тяжело дышит так, а в секторе магии в этот момент тоже убивают человека, так, это другой какой-то разных культа, да, я вижу, да, я слышу снова, что это на Никейском соборе было принесено в жертву человека для слияния двух мировоззрений, двух религий, то есть из этих двух получился, как бы, получилось это третье, то есть получается так, магия, энергия магии, гипноза, то есть вся политическая власть, а, все правильно, я слышу Андроник, вот эта сияющая душа, которая на которой держится этот Хэллоуин, по сути, вот эти все празднования, потому что они перекочевали из язычества, вот поклонение Сатурну, я слышу Оргии, и фактически это Антихриста, что означает Антихрист, миссия, видишь, что Антихрист обозначает миссия принести себя в жертву, то есть те люди, которые исповедуют это так называемое христианство, которые идут типа следами неистинной миссии спасения души, а так как это представлено через церковь, оно считывается болото, религиозное религиозное болото, то таким образом они, я так и слышу, подписывают контракт на уничтожение на смерть души, и это разные названия одного и того же культа, то есть это один и тот же культ, который в одном исполнении называется Хэллоуин, в другом исполнении, крестный или какой-то там ход, вот эти святки, вот это все. Там что-то такое день святых, или что-то такое. Ну ладно. Ну вот эти святой вечер. Шектер, давай посмотрим вот это на Никейском соборе убили мужчину, где находится его душа этого мужчины. Вот он там же, вот эта часть души андроника, как будто бы вот так подвинулась, а этого человека убили, но ножом в сердце. И одели ему черный венок во время ритуала, и я вижу этих ходят в этих шапках. Длинные шапки с концами. Как в капюшонах или что-то такое, в черное, вот такие какие-то шапки калдусские. И они ходят вокруг этого человека, одевают ему этот венок и называют его прообразом Христа. Но мне идет, что они каждый год убивают. А где это происходит? Где это происходит каждый год? Я слышу Рим и сидит там этот ой-ой-ой. Прямо лицо этого римского папы я увидела. И он говорит мы миллионы убиваем каждый год. так конкретно ради этого праздника ритуально они каждый год действительно на этот праздник какого-то цима реально убивают. Вот этот папа римский сидит и вот так держит такой мешок похожий на такой большой на финг калию. Как будто из теста, что символизирует магию. А внутри считывается народы и вот эта вся конструкция почему-то вот так идет, как он говорит, что вся мафия у него в руках. Он говорит я есть мафия. Так в этом году он на этот праздник он тоже планирует кого-то принести в жертву. говорит нам нужна девочка. И я вижу как в церкви идут такие девочки как невесты. Он говорит что им нужно так и говорить целочка. то есть целостная говорит что им нужно прорвать но я вижу этот процесс что они делают это жесть что Виктория соединись этой ситуации посмотрим ситуация когда вот эта часть души на которую основана этот праздник каким образом или с каким контрактом Андроник подписал контракт где он по сути отказался от этой частицы я вижу что он стоит правая рука как будто бы вот так привязана как контракт вот на уровне подписания контрактов и говорит что никого не убивал и ничего этого не собирался делать а также он говорит что его не спрашивали говорит что его обманули и он показывает вот этот огромный как замок эту штуку это как ярлык символов ярлыка которая висит огромная такая прям закрывает его все передачи власти на подсознательном уровне он как бы согласился передать власть в руки брата слышу соперника соперника за престол соперничество было за престол за власть кто этот соперник приказывает этому сопернику проявить согласно его физическое ДНК на тот момент на тот момент я вижу как он приходит его сущность темная это эго его и как будто садится на твой престол и так умащивается и говорит что хочет занять твое место это на уровне физическом а на уровне подсознательном эфирном это звучит как эти слова Люцифера который говорил что хочет поставить престол выше престола творца и не просто занять его место а даже выше стать я слышу первопричиной всего сущего это получается что он хотел как будто стать не просто место первого творца занять а стать творцом управлять а кто вот этот который сел на престол умачивался там кто он такой приказуемо назваться он говорит ангел смерти это из рода типа этих ангелов кто там был хорошо Виктор я посмотрю вот этот огромный замок ярлы которые находятся перед андроником что он обозначает и как он там есть замочная скважина а ключ у иерархов управления планетой и они поворачивают этот ключ еще кто-то проявился какие-то иерархии то это за иерархи приказываем проявить согласно их на эфирном плане согласно эфирных днк какое-то слово сочи сейчас послушаю которые что это так я сейчас одного от их туда много кто самый главный то есть отвечает они 11 говорит что он понтифик престола сатаны так и говорит что он понтифик престола сатаны что он и берет вот так двумя руками как две змеи вот так вот говорит это называется мафия вот соединение религиозной и политической власти это вот и называется мафия то есть это управление сознанием благодаря управлению вот этими духовными связями человека с первотворцом то есть это манипуляция самым святым душой это вот и есть понтифик они называются управляющие сознание человечеством а также я вижу что во время их каких-то посвящений они как будто бы выпрыгивают их душа из их тела а вместо него я слышу иерархии входит вот эта сущность с рогами считывается что они представители мозга человечества но вот этого искаженного то есть вот это человечество которое своими же действиями своим мышлением и руками и выборами своими создают этих монстров они поддерживают и таким образом они отдают свою силу энергию и власть над собой вот этому понтифику а эти понтифики они сменяют друг друга и считывается иерархия зла а вот эти секты христианские и так называемые христианские поэтому они такие и дефективные и сатанинские это вообще никакой разницы нет вот здесь я вижу в эфирном пространстве это просто как для нас это ой сатанисты там никакой разницы вообще нет то есть это как одна из ветвей то есть это разные направления одного и того же только одних они назначили святыми быть типа православные а эти католики а эти еще кто-то а эти еще кто-то а вот эти сатанисты то есть каждый по-своему заблуждает людей потому что для тех кому страшно даже подумать о сатане то те пусть будут там такие святые а тем которым не страшно то вот они идут туда разницы практически никакой нет а что обозначает что они ключ поворачивают в этом замке я слышу используют христианские догмы а что это за догмы которые посмотри что они используют я слышу обличение и вижу проповеди когда какая-то церковь и какие-то проповеди я слышу обличение назидание учения католический пафос так понятно проповеди во главе всего стоит вот эта католическая церковь так называемая а по сути это есть культ сатурна который держит в своих руках всех все остальные секты религиозные понятно а что вот этот рогатые делает пространстве андроника приказываем отвечать ну это наоборот андроник в его пространстве сидит он его проглотил ну как будто он в него впечатался вот это как мы смотрим людей которые например потеряли свою волю то есть такие жертвы которые там подвергаются мужчинам насильникам у нас такой был да чтобы сожрал свою жертву буквально мы не могли найти только через материнские контакты нашли ее в нем вот точно так же это происходит то есть он эту часть души во время я слышу коронации андроника это еще произошло до момента этого время его коронации произошло он как-то мысленно как будто бы подвинулся посунулся на престоле как бы дал согласие этому царю проигнорированному я слышу то есть там как будто бы два претендента были на престол уж я не знаю как сейчас можно посмотреть наверное почему он он пошел по наследству он получил престол камнин а этот хотел на его престол но камнин как-то подвинулся он как бы сейчас соглашение передать власть вот во время коронации произошло еще до этих известных событий да спросил андроника что это за соглашение на что он согласился и с кем он говорит с братом разделить власть возможно это вот было потому что шутя он шутит шутя говорит я немного посижу потом ты тебе адам говорит что на эфирном плане произошло когда он так пошутил я вижу что он передает какую-то вот такую штуку вот как этот замок который висит а такое только лежит передал и вот там свечение внутри как такой какой-то предмет плоский а свечение это его разрешение уже второй раз или третий слышу что разрешение на управление и слышу династия камнинов то есть династия камнинов как будто бы закончилась направление и там сразу в руки дают этот крест изображают изображают этого то есть они эти бунты подавляют потому что сторонники этого царя этой династии камнинов они возмутились их начали там эти типа крестовые походы я слышу эти вот красные такие штуки как крестоносцы вот это все короче там целая заваруха большая произошла но этот ангел который стел написал исаак его звали по википедии исаак ангел который сменил андроника так так вот этого брату никто он такой он считывается ангел смерти но он такой как будто бы его душа лежит вот но действительно исаак только он его душа человеческая находится очень далеко там где-то в глубине в секторе интерферентов а вместо него вот вышел этот дух 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 смерти вот ангел смерти считывается вот поэтому его так и называют ангелом смерти потому что он фамилия ангел было а он принес смерть то есть казни вот как сталин или гитлер они тоже как бы ангелы смерти но это пошло от этого ангела потому что он миллионы там поубивал людей из-за того чтобы оставаться на престоле и из-за этого он и заключил договор с этим сатурном главным потому что этот сатурн уже еще до того когда убили так называемого христа он раздавал власть я вижу царям в европе он короновал я вижу царей раздавал власти поэтому ему нужно было вот оно чтоб теперь понятно вот заговор заговор вот и он пошел как бы к этому сатурну к папе римскому вот а уже потом они это чуть чуть позже не намного но чуть чуть позже через может пятьдесят лет семьдесят вот так они переименовались как бы в христианство потому что это было очень эффективно о а что эффективно вот эта идея миссии христа это они как говорится попали в точку а почему а потому что у каждого человека есть миссия своей души избавиться от гнета и вот эта тема миссии получилось очень актуально и люди готовы были на все ради того чтобы выполнить свою миссию поэтому христианство стало как из многих вариантов самым эффективным и мне приходит аналогия что точно так же делают рекламу то есть они запускают несколько вариантов и испытывают какой вариант лучше выстрелит потом поэтому и идут и это тоже точно так же было то есть там были культы сатурнале культы другие там других богов и тут раз они сказали что это новый год новый бог да то есть они подменили подменили саму идею выполнение исполнения миссии божественной души вот этот альфа путь человека они просто так заменили хорошо викторин а как вот это андроник согласился дал на управление каменов это разрешение как это связано с этим замком с этим она вот держится на том разрешение ты как будто бы вот так подвинулся на этом кресле и когда тебя короновали то уже этот как будто бы вас двое сидело и ты и вот этот брат понятно при петре первом тоже эти два брата на престоле какая-то фигня так на хруста спроси тогда андроника это зачем он решил подвинуться зачем было ему это нужно он показывает пальцем вниз говорит древний контракт развлечение то есть из-за этого контракта то есть андроник покажу это древний контракт из-за которого сделал такой выбор что это было за ситуация подписание этого древнего контракта я вижу как будто бы роды но неправильные роды как будто бы кесарева делают вот так с правой стороны как-то даже не как кесарева делает матери в животе сделали дырочку с правой стороны вот так как кесарева делает только с одной большей стороны я так и слышу достали ребенка так посмотри кто этот ребенок считаю эфирная дынка этого ребенка кто это так звучит исаак но это этот ребенок как-то вот так одна часть светлая а там где ножки растворение пошло как трепесток вот так вот и вижу она звучит исак но это не ребенок исак а это вот это черная она считывается как ветка чужая ветка и идет совещание какое-то исака с камнином так а что это за ребенок я сейчас прошу как его зовут спроси виктори а его как андрей андрюшка или как ты так зовут андро ну вот так как не андроника как-то вот так короче по другому как-то кто его мать посмотри она по нашим меркам звучит как это говорят светская львица да то есть извечь известная княги а вот пришло княгиня ирина ирина я вижу платье такое коричневая с кима узорами я на себе его видела в этих вспышках ясновидения да это его мать ирина владимировна я слышу комнина а сейчас я посмотрю почему она не родила ребенка я вижу что от ангелов на нее было магическое воздействие ей магическим путем как будто бы закрыли чтобы она не смогла родить своего сына и вот это воздействие идет вот в сектор магии там где я слышала вот этот исак и вижу что там это находится бабка повитуха операцию делал какой-то мужчина а это сейчас я посмотрю интересненько то есть есть момент рождения этого ребенка ребенка там моют но все как обычно до его достали женщину зашили но к этой ситуации к этому ребеночку как на лепесток вот это он когда родился то вот через материнская лона вот как он родился но он родил родиться должен был быть вот здесь у матери а он как бы отобран от матери я его вижу вот как бы отдельно на ментальной карте как на лепесточки на черном и этот лепесточек считывается исаак и я вижу что через это рождение идет магический ритуал и вижу там такой как будто колпак этот маг колдун считывается почему-то стрель почему на стрелец стреляет черными стрелами он считывается как колдун стрелец и он выстрелил в момент рождения астролог кто это такой этот астролог приказываем называться кто он такой как мы его знаем тогда его звали какой-то там доминику или доминик имеет отношение тоже какому-то культу а знаем ли мы его да мы его знаем илья монастырский он так а кто на чем делает там чем там замагичит я слышу что он делает астрологический прогноз он как астролог так этот прогноз как-то подействовал на рождение да то есть мать не смогла родить и естественным путем родила его как через кесарева и это повлияло вот как бы то есть она как бы уже дала разрешение как бы подвинулась так это связано с этим древним контрактом андроника да это как раз вот этот момент рождения звучит от этого мальчика то ли андрюша то ли как то вот так что мать как бы отдала в руки в руки магической династии эти люди занимались магией постоянно родственник это какой-то контракт получается общий был вектор андроника это и ирины да сейчас посмотрим я вижу что в пространстве этой женщины вот эти энергии магические появляются в виде такого паука так сейчас я спрашиваю на что она согласилась она говорит что то ради власти и я вижу как этот он считывается олигарх или кто это олигарх сейчас я посмотрю кто это он как будто бы знаешь две шахматы белая и черная и так раз и с этой ирина перри переменял местами так я приказываю этому олигарху проявиться кто это это миник он сыграл партию и я вижу он взял и звезды как будто бы переставил что это за звезды понятно я вижу как ему заплатили деньги я вижу как ему буквально монеты золотые посыпали такая женщина странные какая то что это за женщина это за женщина это она приказывает править согласно физической днк кто на такая она держит ангела на руках вот этого исака да и дает как бы деньги этому олигарху доминику звездочету чтобы тот говорит поменял местами кто это женщина которая заплатила это доминику приказываю ей называться кто она такая она его мать и я вижу что она вот так нагнулась и матери когда это звучит виктория это ирина которая она нагнулась и ухо шепчет я вижу что это магическое действие которое произвел этот доминик она работает вот так она как будто бы шепчет на ухо и внушает ирине что то не может родить первенца что она вообще не может родить она такая что-то такое очень знакомо глаза вот так только вижу приказываю брать иллюзии убрать все защитные снятия магии колодства отвечать истинно кто она такая ну это даже что-то мне трудно верится но прямо пишу это лицо нет звучит аня аня тараса и она вот дает эти деньги этому колдуну и говорит доминику и говорит занять место андроника андроник только только родился то есть он еще чудом родился потому что мама пошла обходными путями хорошо понятно это мы что произошло когда она шептала ирине это не может открыла ей утробу то есть произошел как гипноз и я вижу что это вот там был этот контракт потому что это тот путь по которому вот ушла часть души андроника вот и встроилась в эту схему сатурнадии понятно вот это двойственное положение у сына то ли он родится то ли не родится у матери то есть она должна родить наследника а родить не может но она как бы буквально считывается что как прорвала дамбу да вот и ребенок родился неестественным путем понятно а что тогда не было этих обезболивающих какие-нибудь может травки были боже мой так ей в рот дали эту такую палку а ей так больно было как ребеночка рота рожала она она его кошмар какой поднимись повыше давай раскрою от меня я все эти карты раскрываю и я говорю этой ведьме которая пошла там золотыми сыпать вот эти золотые сребники вот они где вот видишь княния вот и я ей говорю что я вижу ее теперь мне понятно почему меня возмутило так этот сеанс что они там лошадь вот такую стара сам несут ересь вот я и приказываю просто забирать ее а вот она мне кто-то сказал я вот вспомнила не кто-то говорил что то ли они сеанс сделали то ли что что она говорила что она была типа этой марией родительницы иисуса мария мария окна не все которые маги все находятся и это шептуха и это доминик каждому из них приказываю я забирать их воздействие я расторгая контракт с моей стороны а я своей стороны отказываюсь принимать ее и вот я вижу как произошло аналогичное и они меня так напугали а я не боялась вообще еще ни одна женщина не осталось не рожавший все родили каким-то образом тем более у нас я помню когда я пришла ложиться в больницу как бы лежать еще там консилиум должен быть там еще мой родственник там светила профессор вот и должен был меня смотреть потом он узнал меня и говорил что я большая молодец но я решила что я ребенка рожу легко и там были картинки такие как женщина должна эти все процессы обращаться мысленно к своей дуэт ну к ребенку потому что ребенок тоже боится это же болит его и все я все представляла визуализировала как это все легко происходит я так легко родила просто так и потом стала через час и пошла себе уже ходить даже вообще как будто бы и не родила я вижу что это тот момент которым я перекрыла то есть как бы уничтожила тот контракт а сейчас я мысленно то есть а сколько лет прошло 25 лет на душ и она родилась как раз на на святой вечер чтобы ты понимал 18 числа на 2 как бы по старому календарю ну хорошо приказываем всем этим колдунам интерферентом этому рогатому забирать все их не энергии я забираю мою частичку души расторгая контракт и отказываюсь давать трон подвигаться я вижу как я рождаю ребенка я все это отдала карму этим изменится а ее тоже назвали марин моя мария ты понял откуда мария у меня взялись помнишь это ее звали мария она так перепутали понимаешь как андроника родила специально вот что произошло но это вообще да да то есть они как бы поменяли местами вот и я ей отдаю эту карму за это все насилие за ложь за дискредитацию имени моего и моего сына из-за перепутывания этой всей истории и эту всю карму или забираю энергию моего сына с этих эгрегриальных структур вот разрываю все эти контракты я так поворачиваюсь и говорю к тебе что мы эту книгу прочитали и вижу как эта серая полоса так шух уходит это как до очищаемся я вижу как я родила тебя а так отсюда как обычно такой малышек я так радуюсь обнимаю все отлично хорошо изменяемся последующей ситуацию всех пространствах всех временах я вижу как этот который там замороженный типа иисус стоял с этим крестом так смотрит что это такое бросает уходит и раз и вышел с этой пластины энергетической с этого эгрегора сатурнале и я передаю тебе чтобы ты забирал все твои энергии а я как мать тоже при самом рождении отменяю все эти магические воздействия и отдаю престол тому свету по наследству возвращаю все настройки золотого сечения все должно происходить так как должно происходить и я запрещаю использовать имени мое имя да она перепутана как оказалось видишь очернять очернять и использовать имя андроника до применять его к этому вымышленному иисусу да и автоматическую карму залож из-за привлечениями народов в эгрегоре где губят души и карму всем виновникам отдаем за презрение к божественной душе человека пусть забирает всю карму за каждое лживое слово из-за все эти культы и разрушаем изнутри я вижу как твоя энергия вот так выходит с этого культа а он вот так разрушается остается без силы передаю этим душам которые убили то на гникийском соборе все которые там рядом были были и все эти девочки и мальчики которых там используют в этих культах так называемых христианских вот передаем информации что это все ложь пусть они освобождаются вот этой мафии передаю алгоритм освобождения как освободиться из этих эгрегоров отдавать карму за насилие ложь каким заманили их кто истинные вдохновительный исполнительный показываем путь к первоисточнику где находятся все божественные души их источник жизни гармонии процветания и распространяем этот свет по всем уголочкам человеческого сознания и по всем эгрегориальным структурам чтобы каждая живая душа покидала те темные места и выходила к свободе и к свету к жизни гармонии и к своему процветанию приказываем этому демона этим культом этим кто там с ключом сворачивается и приходит время когда все люди это поймут а это поймут тогда когда начнут вот карму получать а карму они начнут получать когда это разоблачать и говорить истину так как она есть запрещаю лгать использовать этот праздник морочить людям голову этот гипноз приказывает забирать вдохновителям исполнителям пусть применяет на них за запрещаю приносить жертву человеческие души я вижу как я тебя вы так как будто бы из животика подняла вот в сектор первотворца и сказала что ты больше для них не мир мертвый отдаю карму всем кто поклоняется христу то есть этому убийству чтобы каждый человек понял что он не христа благословляет а благословляет убийц когда поклоняется этим христа этим иконам этому всему то есть поддерживает этот культ убийства человека хорошо виктория очищаем пространство все чужого она не является отправим эти все ситуации тоже створяем информацию этих астрологических этого ильи это уничтожаем сказано так ну и вопрос остается по что с этим праздником ну сатурнале хэллоуину что мы хотим сделать по отношению к празднованию этого праздника передать информацию всем людям чтобы они понимали что на самом деле вот это я вижу они как будто бы лбом то есть человек который смотрит и сакрализирует например какой-то символ который связан с чем-то плохим то он туда увязывается он привязывает свою душу к этим эгрегориальным структурам когда вот этот праздник чертей да на самом деле никогда человека это празднует то есть обходит другими словами то есть делает ритуал из какие-то то он привязывает свою душу к тем религиозным демоническим структурам им это информацию передаем и я передаю также чтобы освобождались от этой лыжи чтобы выбирали то что лучше для жизни свет гармонию истину процветания здравый смысл они слепое хождение по ритуалам это все пусть каждая живая душа делает правильный выбор и выбирает жизнь хорошо распространяем информацию истину хорошо хорошо виктория я думаю на этом мы закончим это расследование хорошо тогда отсоединяйся отсоединяйся которые от всех и всего проверь твое личное пространство хорошо я посчитаю 1 до 3 ты выйдешь физическую реальных действий разговаривай будешь чувствовать великолепно 123 возвращайся